Самые масштабные площадки на столичной выставке CTT-Expo заняли китайские производители грузовиков и спецтехники. В частности, блеснуть масштабом решил концерн Senni Heavy Industry Company Limited. Огромная корпорация, что выпускает дорожную, строительную, погрузочную и другую специальную технику. Поэтому вполне логично, что промышленному гиганту ухватило средств и умений, дабы начать выпуск собственных грузовиков. Но планирует ли фирма продавать тягачи и шасси отдельно, а не в составе кранов, бетононасосов и других установок, неизвестно. Изделия марки Dayun выглядят гораздо менее выигрышно. Газомоторный тягач вышел совсем карикатурным. Чтобы добиться приемлемого запаса хода, китайцы просто взгромоздили огромный короб для газовых баллонов позади кабинного модуля. Продукция концерна CNHTC, что производит грузовики Хоуа, Ханя, Ситрак и еще пару сотен моделей, выглядит солидно и узнаваемо. Ведь этой компании принадлежит документация и оснастка на грузовики MAN серии F2000 и TGA. Кстати, обычно поднебесные производители предпочитают предлагать клиенту продукт полного цикла. То есть не голые шасси, а уже готовые самосвалы, миксеры и тому подобное. Но российские доработчики хотят изменить ситуацию. Скажем, подмосковная Бецема прежде использовали шасси Вольво, Скани, Мана и Мерседеса. Но теперь основу гаммы вынужденно составят китайцы. И вместо 800 изначально заказанных машин будет сделано только 200. По оценке самой компании, из всех грузовиков поднебесного происхождения по техническому уровню европейцам соответствуют только шахманы. На пробу Бецема рискнула построить трех- и четырехпостные самосвалы. В конструкции этих машин применяются проверенные агрегаты. 11-литровые моторы камен с коробкой передач FastGear и мосты Hyundai. Неудивительно, что грузовиками серии X3000 уже заинтересовались строители дорог и разработчики карьеров. А еще немалую часть выставочной экспозиции заняли турецкие фирмы. Они не выставляли готовых автомобилей, но предлагали всевозможные автокомпоненты. От проводки и радиаторов до гидравлики и электромоторов. А все потому, что автомобильная промышленность Турции считается очень сильной по мировым меркам. И многие тамошние производители давно стали частью именитых мировых концернов. Академия